Здравствуйте друзья! Сегодня я вам покажу сюжет, героями которого будут программа-измеритель регистратор звука, сигнала, уровня сигнала, программа-генератор 40 Гц, микрофон конденсаторный измерительный и шумомер, то есть устройство, которое меряет уровень шума в децибелах. Например, если я сейчас замолчу, он скинет показания на меньшее, то есть слишком маленький уровень для него. Ладно, также я буду писать сигнал на iPhone для того, чтобы показать вам показания этого прибора, а эту картинку вы будете видеть с основной камеры, на ней будет отображаться процесс записи на вот этот вот микрофон сигнала. Я хочу вам показать влияние комнаты на басы, то есть в нашем примере на 40 герц. В качестве излучателя используется сабвуфер, стоящий под столом. На запись, в частности, iPhone. Если это еще одну дополнительную камеру, у меня просто другой нету. Так, вот я буду показывать с него все вот это как происходит. Сейчас запускаю запись и запускаю 40 герц. Вы видите показания шумомера. Причем его показания серьезно зависят от местоположения. Если я пойду в угол комнаты, они будут больше. Если я буду приближаться к центру комнаты, они будут соответственно меньше, что, собственно, я вам и намерен продемонстрировать. Вы сейчас меня можете видеть в обоих камерах. Если я пойду в этот угол, сигнал будет больше. Он всегда больше по углам, вдоль стен и всегда меньше в центре комнаты. Это к вопросу о том, когда писали здесь колонки из 90, они стояли конкретно вот в этом месте и микрофоны здесь же стояли. При этом потери сигнала по басам, именно по басам, друзья мои, составляли на, не знаю, около 10, 20 даже децибел. Судя по тому, что здесь, допустим, меньше 40 децибел, а в месте, где сидел я и владелец из 90 больше 70. Вы понимаете колоссальную разницу, вы должны это увидеть, услышать. Я вам демонстрирую. Каждый из вас может это сделать у себя дома. То есть на столе у меня, если бы стояли какие-то колонки, вот они бы сейчас отдавали 62 децибела. Ну а в центре комнаты они бы отдавали меньше 40, грубо говоря. На этом все. Это все, что я хотел показать. Спасибо за внимание.